здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина ну что посидим поговорим повяжем у меня есть целые две готовые работы если одну я ожидала и уже обещал что она будет там потому что несколько рядочков нужно было довязать сейчас вторым пунктом я покажу то первую работу правда не ожидала я стала вязать джемпер который показывал уже несколько раз в вязальных новостях мы с вами как-то его наблюдали до вязание но узнав о том что у меня появится возможность наручно передать этот джемпер не посылая по почте я усиленно довязала один рукав он был начат уже вот можно было посмотреть в предыдущих вязальных новостях в радио тани предыдущий и второй рукав и я просто вязала отбросив абсолютно все довязать я успела а вот высохнуть он пока не успел я надеюсь что сегодня удастся он умничка он хороший значит этот джемпер который мы назвали королева серая королева серый кардинал как только мы не называли связан из пряжи мирина аран сюда ушло 6 моточков от 6 осталось вот сколько можно было уложиться в 5 мотков можно если бы у тани не было такого пристраивания не люблю вязать узкие рукава если заузить рукав это не значит скургузить нет нет если заузить рукав то он можно спокойно уложиться в 5 кроме того после стирки свитер чуть-чуть свитер так не бросайтесь писать джемпер чуть-чуть вдал в длину мне нужно было 55 сантиметров сейчас он где-то 57 может быть еще как сказать пода сохнет он влажноватый немножечко дал в регланной линии мне нужно было 25 сейчас где-то 28 но оверсайзик такой будет я не совершенно не переживаю и он как бы немножко увеличился в длине рукава вот тут я боюсь если конечно устроит носить как бы сейчас ведь любо-дорого до варежки забыть где-то и носить на косточках джемпера тогда самое то но сантиметров прямо знаете 7 до и рукава если сантиметра 2-3 длина джемпера здесь полотно побольше то сантиметров 5-7 дал рукав но я вот так смотрю все вроде гармонично просто я хочу от подреза 40 сантиметров сделал я 42 у меня сейчас как-то вот к 47 что ли стремится но это опять же может быть кому-то здорово чтобы на резиночку да как-то в приноске наслоилась это все рукавочек он не кургузы он хороший в общем 5 мотков уложиться можно размер вы спрашиваете я не знаю то ли 46 то ли такой я вижу на глазок я вижу человека держу на глазок но явно не пятидесятый и но в общем наверное 46 48 можно носить прям так вот а какой-то поменьше в оверсайз я не не знаю я все вижу на глазок и так я не сняла ролик как я люблю начало процесс потом готовые изделия я обязательно поэтому джемперку сниму маленький экспресс мк и наверное я подумающий вставлю сюда вот если сейчас видео прервется начнется про полувер я посмотрю просто сколько видео будет в итоге получится вот если видео длинное получится то я ставлю значит это отдельно все это вынесу не даже как удобнее кто-то говорит лучше тут посмотреть кому-то удобней отдельно мне все очень нравится анечку благодарю за пряжу вязаный стиль от анны канал здесь просто гладь лицевая и гладь изнаночная больше ничего шиньки не а ну да косы немножечко в общем расскажу я про этот джемпер или в отдельном ролике или вот в отдельном фрагменте который вставлю сюда и так коротко про джемпер связан из пряжи мирина аран вот это пряжа цвет шикарный просто шикарный показываю этикетку спицами кубическими 5 с половиной значит 525 то есть мы укладываемся в рекомендованные согласно что можно уложить в 5 моточков просто я говорю немножко наверное или размеру мне не 42 42 здесь вот побольше или рукава можно было помешать на менее было цели уложиться в какое-то конкретное число маков количество маков вот ниточка поближе покажу то что осталось от шести у меня то есть ушло шесть моточков резинки я где-то выполнял четыре с половиной где-то четверка просто знаете что под рукой так как я сейчас живу на несколько домов на 2 именно и какие-то резиночки допустим могла быть четверка здесь четыре с половиной это не суть важно но я уменьшала спицы когда переходила на резинке а все полотно связано как я уже сказала кубическими спицами пять с половиной 88 петель я набрала и связала резинку 2 на 2 вам нужно количество рядов до 12 я посчитала 2 но тут мы сами кто как хочет тот и вяжет то количество рядов которые нравятся дальше идет ложная кит лёвочка если набрать в интернете ложная кит лёвка выдать очень очень много способов урок который вам нравится просто посмотрите и звучите это очень легко увеличиваем количество петель вдвое вяжем полую резинку и потом мы уменьшаем количество петель обрабатывать изнаночным рядком или не обрабатывать изнаночным рядком решаем только мы можно здесь и здесь изнаночный можно нигде не делать изнаночные это уже только-только наше желание дальше я распределила петли таким образом 22 петель очки на переднюю часть важно чтобы четное количество было так как я пополам разделила и вязала одну лицевую часть 1 изнаночной поэтому здесь важно четно на рукавах не важно а на спинушке тоже важно четное количество петель чтобы они делились пополам на спинку 18 на рукава по 8 8 же петель на регланную линию эти 8 петель состоят из 6 петель на колосочек и по одной изнаночной петельки около колоска значит когда я разворачивалась два раза на рукавах то 18 петель превратились в 22 то есть петли спины догнали петли переда вот было 18 19 20 21 22 при значит вывязывание ростка дальше росток вязался уже выходя из-за передние регланной линии если на рукавах и кружилась всего два раза чтобы вот петли именно спины догнали петли переда то на передней части я кружилась пять раз и того два раза на рукавах здесь 5 7 поворотных рядов я брала одну 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 петельку сначала потом 2 и 2 точно так же с этой стороны сначала три раза по одной потом два раза по 2 какое делать вот именно углубление да это мы решаем сами как нам нравится больше делать поворотных рядов меньше делать поворотных тоже решаем мы сами прибавки при главном линии шлика в классическом варианте в каждом втором один ряд провязывая один ряд прибавки один ряд провязываем один ряд прибавки вот это самая косичка ли колосок в окружении изнаночных петель 6 петель то есть берется 3 и 3 и перевить и у нас не как обычно 2 на 2 1 на одну а две петельки за работой 1 провязывается здесь одна петелька перед работой 2 провязывается как бы ввесит не 2 на 2 не 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 одинаковое количество петель а я сделала перевить и между одно и двумя петельками это совершенно не лучше не хуже чем 2 на 2 там один на один это просто вот как есть и так не забываем половина можно маркером можно потом по рисунку лицевой глади половина изнаночной один рукав у нас изнаночный другой рукав у нас лицевой соответственно на передней части вся та же картина когда я провязала 25 сантиметров повторяю сейчас у меня вытянулся до 20 где-то 728 может быть подсохнет еще влажно я просто его отдаю все как тут на коленках я отделила корпус от рукавов и смотрите если вы поняли что рукавочки вас маленькие но я так не делаю чтобы все петли реглана рукав я так не помню вот эти петли реглана в туловище я делала и не раз здесь же я разделила 3 в корпус пошло 3 на рукав я или все в корпус или пополам мне как-то вот так нравится смотрите здесь смотря что подкорректировать надо у меня все проходило 50 сантиметров мне нужно было по ширине сейчас к пока после сергей это 52 и 55 потом по длине начать немножечко вытянулась вниз прогнала длину до нужной мне еще раз говорю 55 и перешла на резинку спицы поменьше и каждые 10 каждые 10 петель я 2 вместе убирала не считала сколько ты получил сколько не получилось каждый 10 петель 2 вместе даже ты не скажешь и не увидишь вот может быть даже можно было побольше не знаю я чуть-чуть под собрала вяжут просто на бу боковую часть с правой стороны я выделила лицевой значит петелькой просто так вот такой мне ложный шов соответственно с другой стороны тут у меня изнанка лицом выделила с другой стороны у меня привычный многим ложный шов когда изнаночная петелька на лицевой она конечно не так смотрится ярко выпендрежно как это но зато здесь у нас на рукавах поменяется так сказать картинка вот ложный шов подрез 11 петель нужно было мне нечетное чтобы тоже определить сердцевинку треугольник подреза я вязала через ряд его можно повторюсь просто убавить быстренько и резко такой маленький треугольник если в каждом ряду убавлять можно его продлевать кому как нравится если в этой области нужно ширину рукавчика продлить мы значит можем через два ряда на 3 как угодно вообще можно треугольник подреза не вязать а убавлять петли там по ходу это кому как нравится значит выделила я центральную петельку то есть как вот с этой стороны то что вам говорила и потом плясала вокруг нее она так и идет у меня этот ложный шов по всему на протяжении всего рукавчика и каждые 10 рядов я делала убавку убавку я уже считала первым рядом ну здравствуйте соседи у бабочку я считала уже первым рядом следующего то есть оставил здесь маркер и можно убавку вообще не считать а потом начинает кому как нравится но у меня убавки на протяжении всего рукава с этой с этой стороны с обеих сторон и идут дойдя до резинки я убавила петельки всего до 32 петель у меня здесь и связала резиночкой 2 на 2 манжетику такую который поддерживает соответственно резинку верху и внизу на другой стороне картина похожие тоже треугольник подреза только уже так как у нас рукав изнаночный я все это выделяла лицевыми долго думала может быть здесь убавку сделать изнаночными и не показывать нет пусть он выделяется пусть он выделяется но какой-то я люблю вот эти фишечные вообще молодости да я почему я сейчас запросто напялю и вот этот ложный шов он пошел как бы в поддержку того шва который был но вы уже понимаете да с другой стороны найду не найду вот сбоку вот такой шов на рукаве надо же чтобы обе стороны маленько с придурью были вот и значит у бабочки все те же каждые 10 рядов потом я тоже самое дойдя до резиночки прям две вместе просто по мою вязала ли вместе внутри вот 16 до 32 32 петельки у меня длина рукава от подреза я хотел сделать 40 сантиметров сделала значит я где-то 38 и стал вязать резиночку меня всего было но я не знаю 40 с небольшим сейчас у меня рукавчик вытянулся я посмотрю высохнет что будет что будет как будет вот они два рукава один изнаночный один лицевой ну вот пожалуй все что я могу сказать об этом джемпере нам надо убегать потому что на холодном балконе да мы еще сырые благодарю анечку за такую чудесную пряжу простейший ходовой джемпер он как мужчинам так и женщинам подойдет абсолютнейшая простота в то же время есть изюмы которые я вам показала это все очень очень здорово второй готовой работой является наволочка на думку на подушечку платьишко для думки я все люблю называть элементарная наволочка она идет как бы в пару кто и наводки которые уже связаны я очень люблю когда одна такая но поинтереснее что да с косыми саранами а другая наволочка под ручку чуть попроще это смотрится очень замечательно даже когда они по разным там уголкам диван или когда они вместе это смотрится интересно и очень легко и здорово их вернее не легко а удачно их разбавлять какими-то другими цветами например простой простенькой наволочке желтенькой беленькую навороченную какую-то косыми наволочку и наоборот к навороченной желтенькой какую-то простенькую беленькую значит с одной стороны это просто резинка два на два а с другой стороны это шахматка где тоже резинка два на два немножко мечется через каждые четыре ряда она перепрыгивает тоже влажноватым пока я вязала как шарф резинка была стянута потом рисунок пошел немножко на расширение когда же все подсохло и я вот так вот сейчас сушу абсолютно ничто нигде не стягивает я сшиваю боковушки потому что одна сторона уже сама по себе соединена боковушки а здесь я оставляю окошечко и ниточку если ты ниточка ну это на раз на первый раз зашить после стирки можно взять любую ниточку в тон которая ну швейная и зашивать можно конечно вставлять молнии можно делать все что угодно пуговички нахлёст я вот привыкла простым путем идти путем лентяйки и делаю это до сих пор сюда немножко меньше ушло пряжей чем в первую наволочку потому что первые видите косы арана у нас были и здесь один моток полностью 2 прям хорошо здесь моток и чуть-чуть от 2 так я довязывал здесь не сложно косы как бы больше берут здесь я 70 одну петельку брала здесь 72 по моему ну чтобы начинать с лицевых ну 70 вот прям около 70 все это ходит бродит и на подушечке 40 на 40 примерно это ориентироваться здесь можно было взять петелек на 5 поменьше потому что кикоса как-то едят сантиметры резинка так не ест тем более ты путанка она так не ест и можно было чуть-чуть эта навочка получилась капельку капельку побольше а может быть пока она была нет даже поменьше чудеса чудесами казалось она побольше когда я укладывала сейчас ну в общем две наволочки у меня связаны и я этому очень очень рада третью я пока вязать не буду хотя у меня осталась пряжа и и как бы заинтересовалась этой пряжи мама какая желтая какая красивенькая хотя ей на салфетке очень много разные желтые покупаю но если нравится я и отнесу эти моточки если на что-то с ними сделает пусть подлякает если что-то не сделает я еще соображу может быть третью навочку но я хотела две я их связала чему несказанно рада два солнышка у меня есть а честно точнее корректнее подсолнушка потому что пряжа народная это цвет подсолнух ровно у меня ушло получается три матка на две наволочки от четвертого я вот ну на два рядочка взяла и на соединение если вот на несколько петель поменьше то вот можно уложиться две наволочки в три моточка напоминаю что наволочки я вязала по цвету как бы композиционно к мочалкам потому что наволочки предположительно будут с весны предбанники а мочалки соответственно в бане чтобы все так было как-то гармонично но этим наволочкам абсолютно везде найдется место даже в самых-самых шикарных больших центральных главных залах в своей комнате сейчас место и точно найду во всяком случае ну конечно же надо ли говорить о том что твидовый кардиган у меня не продвинулся ни на сколько потому что я буквально довязывала вот свой серый джемпер нужно было успеть и я успела и чему несказанно рада но так как у меня остался всего теперь один процесс твидовый кардиган конечно можно носить его туда-сюда домой к маме и так он быстрее продвинется и быстрее так сказать свяжется но я боюсь что от одного процесса да я одна процессница тем не менее все таки два это самое то мое и я начну таки второй процесс пока не знаю какой склоняюсь о своих думках я рассказывал недавно в видео там я как бы более широко это охватило и сейчас я сузила мне сегодня прям буквально денечек на на подумать сузила я свой выбор до двух процессов это или кашемир как-то так условно назвала кашемир кельмяшкина кружева через запятую пишется и слова в общем то что то такое очень простое самая главная фишечка изюма будут купленные кружева и купленные пуговички в тон такие молочные бежевые и немножечко немножечко эти кружева будут выглядывать из-под рукава таким образом мне кажется будет красиво только в рукава больше нигде так и значит но пока еще я свяжу пуговицы я куплю хотя и люблю вязать и чтобы пуговички ждали вот так зарядить картиночку что там все лежало ну мало чего я люблю или все-таки этот липа и хапсала тонкой мериносовой шерсти так как я еще все-таки не решила на застежки на застежки но склоняюсь все-таки просто накидушечку такую в общем-то вот к этим двум процессам я свой выбор сузила подошла уже осталось чуть-чуть монетку брошу и так мы переходим к вашим вопросам и значит здесь будут вязали не вязали чередоваться вы уж так значит и сами решите оставаться или не оставаться переходим значит к радио таня сколько человек после ролика где я сидела значит с придурью на голове попросили меня рассказать о том как завязывается этот платочек да я как-то вроде и объясняла текстово объясняла но тем не менее просьбы сыпались и сыпались а сейчас я это покажу обязательно я записала маленький ролик но знаете в преддверии значит так сказать этого фрагмента хочется зачитать стихотворение которое написал мне елена мой добрый зритель вы молодцы вот прям в точку знаете вот сейчас опять сходила какая я была красавица ходил шапку маленькую в общем вот прям стих про меня не знаю поднимите руку про кого еще пришла зима конец прически башка нуждается в расчёске снял шапку волосы торчком приходишь к людям ну да ду многоточек ком то натуральным ду многоточек он приходишь к людям я действительно зиму не любила когда я работала еще пед институте приходила и заранее заранее рано и там вот это все на чосике где-то там в подполье как-то делала как-то не люблю я шапки но куда деваться и так платочек значит а у меня ситцевый платок простой но мне кажется там в фрагменте говорила повторяться не буду давайте посмотрим и надеюсь у вас вопросы будут исчерпаны значит так это обыкновенный платочек мне стыдно признаться но даже здесь еще на живулькинские нитки я даже не прошила на машинке когда-то мне приходилось играть бабьегу и даже в ролике я выступала но потом оставлю соку потом пластическую операцию сделала носик у меня стал красивый вот образ бабьеги перешел в образ салохи значит мы угол на угол сложили да можно ли просто косыночку да но косыночка на потоньше хотя тоже ткань разная и ушки не будут торчать как нам надо поэтому мало того пока ткань новая она торчит просто так когда ткань стирается стирать становится мягче даже может быть надо немножко под крахмалить вот и по-нормальному бы мы с вами завязали алёнушка вот так вот или там как вялочек до тудыльчи крестьяне спала вот но мы с вами немножко пойдем другим путем не таким а вот это основание треугольничка мы наоборот вниз а макушечку дверь вот так мы перекладываем перекладываем и тряпочку то вот так вот это код переложить переложили и вот и так вот мы заводим значит видеть основание где кончик 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 завязываем завязываем этот кончик вот один раз завязали один раз этот кончик значит прячем блин и завязываем еще раз челка тоже конечно красиво сейчас будет это пойду я чулку беру вот и второй раз завязываем я бы попытка номер два я вдруг поняла что челка мне мешает я же челку убираю а сейчас забыл это сделать значит антенна прием-прием и так повторяем вы думаете так просто порой семь попыток 8 уйдет на трихомудию в чем дела проходит у блогера вот в этом проходит значит завязали вот этот кончик он иногда даже создает как-то композиционно что-то иногда не создает сейчас мы пока ставим я бы только куда не прячу вот если вас косы . маленькая может вообще этого кончика не будет видно значит теперь вот тут нам надо все поправить красивенько вот упером красивенько легло здесь нет ручки есть мы все поправляем может что-то вытащить может что-то засунуть куда-то как угодно все красиво расправляем сегодня этот кончик я спрячу вот сюда а так я очень часто завязала два кончика спрятал тот кончик завязала еще один кончик почему-то у меня этот на изнаночку вышла сейчас я бы поправлю так у меня как галстук пионерский помните мы завязывали без всякой изнанки вот значит теперь они же могут как угодно сидеть лежать да мы их расправляем и направляем даем им направление расправляем даем направление они могут иногда слушаться иногда могут не слушаться чем на крахмале не платочек тем лучше вот пока он был новенький он вообще шикарно слушался после стирки хуже все я готова к съемкам готовы обязательно сломаю и иногда немножко подламываю вот так вот конечки сейчас вот они ну как лягут понимаете нет сегодня не хотят торчать пусть бы торчали можно их убрать когда например волосы у меня здесь распущены и это только завязочкой повязочкой я вообще кончик как бы не нужны мы их спрятали ну и самое главное поправлюшки все надо поправлять потом улыбочку и в бой так ну это тьме торчат волосы а если их уберу то их у меня не будет в общем все просто 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 дальше переходим к следующему вопросу тире просьбы это опять же елена елена киселева сначала благодарит меня за канал говорит мне очень много хороших слов говорит что моя южная ночь если кардиган южная ночь просто чудо и потом она просит или спрашивает расскажите пожалуйста про кардиганчик связаны вами из пряжи реснички как пряжа повела себя в эксплуатацию не потянулась ли вообще приобрела эту пряжу в перми а решиться не могу связал образец 1 пряжи реснички 2 пряжи реснички плюс лидия тормошок в руках и тормоз очень буду вам признательно за рассказ о насибенности заранее спасибо лена значит этот кардиган шалфейный меня называется почему-то я отнесла к летним вот наверное потому что связан он у меня хотя там состоящих уже не помню но он тепленький я умом понимаю что он тепленький видите как он у меня дырява связан он у меня прям связан очень дырявый и мне это нравится поэтому я его отнесла к летним кардиганом под вот сейчас верхней одежд я вообще не люблю вязанки носить под верхнюю одежду очень редко когда очень холодно наверное тонкий-тонкий джемперund флора Но сейчас вот у меня появился, можно... Ага, жалко носить. Ну, у меня всегда было что-то вязаное, очень толстое, и мне неудобно было напяливать под верхнюю одежду. Сейчас у меня есть такие тонюсенькие вещи, но тем не менее, предпочитаю покупные, такие трикотажные. Даже футболка с длинным рукавом мне гораздо комфортнее. Этот вещь, этот кардиган, он у меня носился летом. Я же уже сколько? Ну, снова года, как вот папочки не стала. Перед летом, само лето, после лета, пока еще осень такая была, дружилась летом еще, когда осень. Я в пять утра вставая, как-то, знаете, некомфортненько. Вроде холодно, но тоже напяливаться что-то я не люблю. И когда мне слишком жарко, мне плохо. Поэтому вот этот кардиган, он меня вручал, ну, очень сильно. Я его на любую футболочку, очень с белым цветом хорошо, и с черным хорошо, просто набрасывала, накидывала. Не всегда застегивала единственную пуговичку. Хотя она есть... Точнее, я ее не всегда расстегивала. Я ее, значит, через голову иногда напяливаю. И этот кардиган у меня действительно, он был и остается летним. Летним кардиганом, такой тиренокидушкой. Мне нравятся вещи, которые подходят к белой обуви. Вот если к белой обуви подходит, это замечательно. Вообще, если вещь подходит к белой обуви на плоском ходу и к туфеликам, лодочкам, все, это моя вещь. Потому что немножко подкрасишься, примамзелишься, и ты такая вся деловушка. А так потом джинсерванина, и пошла ты совсем другая. Я это очень-очень люблю. Поэтому все лето набросил. Я раньше палантину любила набрасывать, потом половину сумочку бросить. Но сейчас столько тащить там сеток, все такое. Как-то вот кардиганчик, он лучше, чем палантин. Одно дело в театре сидеть в палантине, не шевелиться. Другое дело что-то тащить вечно, куда-то спешить вечно. И, сами понимаете, ничего ему абсолютно не сделалось. Ничего. Несмотря на то, что он греет, потому что прям греет он конкретно. Вот эти, наверное, поддувашки, да. Я все-таки понимала, что я уж не смотрелась. Если вдруг... Утром-то вообще у меня было тепло и хорошо. А если вдруг так, как уже все в футболках шли, а я вот, например, в нем, да. Я не смотрелась. Может быть, потому что рукава, три четверти. Какое-то уж сильно напяленное. Я просто вот, ну, слегка... Что-то мне захотелось немножко погреться. Очень мне это нравится. Кардинант очень. Стирала я его единственный раз, когда вот только-только связала. Вот. Потом даже вот укладывая в зимнюю спячку, я уложила. Поэтому такой сейчас вот мягенький, 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 мягенький. Я его не стирала, потому что он в прекрасном состоянии. Я не люблю бросаться стирать вещи. Прям очень часто. Что есть, то есть. Я стираю, когда действительно в этом есть необходимость. А, нет. Как-то в конце лета, по-моему, я его простернула. А потом, да, еще потом убрала. А потом еще волосы носила и уже потом не стирала. Он какой-то имеет массажный эффект. Любителям всего очень такого прям вот воздушного, мягкого. Это пряжа не нужна. Вот эти реснички, они... Понимаете, какой-то мочалистый эффект у них есть. А мне это очень нравится. Все, что как-то кожа немножечко говорит, просыпайся, хватит спать. Мне это нравится. Это даже не колкость. Это не колкость. Это вот именно... Вот и можно сказать нежная грубость. Вот я не знаю, как еще выразиться. То есть, это не вот нитка, которая мягенькая-примягенькая. В ней что-то есть такое вот. Ну, это, наверное, как раз из-за ресничек. Я не знаю. У меня есть отдельный ролик на этот кардиган. В общем, я ничего плохого сказать не могу. Эта вещь греет. Забивать я ее не стала, потому что я понятия не имела. Я из бобинной пряжи вообще первый раз в первый класс. Как оно будет со временем. Носить я его собираюсь долго. Он как-то вот пока лежит, кажется, увалялся. Вот так вот тряханешь, тряханешь. Мне кажется, разок вот выйдешь, и все. И все будет замечательно. Я его очень хорошо носила. Он мне не подводил. Капитально греет. При этом вот просто вот прозрачность прозрачная. Надеюсь, это все видно. Вот он весь дырявенький. Ничего плохого я сказать не могу. Как он будет с Лидией, не знаю. Это будет уже совершенно другой калинкор. С Лидией, может быть, я что-то такое бы длинненькое связала, как я вот сейчас вяжу свой тридовый кардиган. А мне нужна была накидушка. Я ее получила. Уж больно цвет меня пленил. Цвет просто вот, ну, изумительный. Розовая помада, пожалуйста. Красненькая там, мюдовая, телесная, пожалуйста. Мне кардиган нравится. В общем, буду носить еще. Никому его не отдаю. Такие вещи у меня тоже есть. Потому что, ну, когда вещь моя-мая, фиг два кому отдам. Ну и в завершении ролика еще один комментарий. Вам очень понравилась рубрика. Рубрика. Раз-раз. Пять-семь. Кому-то нравится мое, значит, название ликвидации безграмотности. Я говорю, в ликбез. Кому-то нравится, не нравится слово безграмотности. Значит, вы нам писали. Кому-то это интересно. Хочу все знать. Ну, как эту рубрику назовем, да? Такие копилка полезностей, может быть. Давайте вот так вот обозначим. Опять написала Елена. Сегодня Елена рулит. Огромное вам спасибо, Леночке. И спасибо всем женщинам с другими именами. И мужчинам тоже. Итак, Елена Митрофанова пишет. Таня, есть очень хороший, простой, но хлопотный способ устранить косину в пряжу. Может быть, там это было... Кто-то спрашивал, как устранить косину. Может быть, какой-то разговор про твит. У меня как-то прям хорошо. Не косить. Ну, эта проблема-ка есть, если это кому-то... Я знаю, что надо перематывать, кто-то говорит. Менять как-то наклон петли по-другому. Я не пробовала, но я бы набрала в гугле, да, как устранить косину, как с ней оборот. И среди многих способов выбрала. А здесь, пожалуйста, комментарии проверены временем. Так, значит, простой, но хлопотный... А, очень хороший, простой, но хлопотный способ. Простой, но хлопотный способ. Устранить косину в пряжу. Мне его подсказала бабулька на рынке. Пряжу надо смотать не туго и устроить ей парную баню. Я так делаю, когда распускаю что-то. Если я что-то распустила, вот кудряшки убрать, я всегда убираю их на парной бане. Раньше убирала. Сейчас я пряжи так много, что я уже не помню, когда вязала из распущенных вещей. Но этот способ меня учила бабушка и мама устранить вот эти барашки. Если нужно, чтобы пряжа опять расправилась. А здесь, пожалуйста, оказывается, и на косину все это влияет. Я так делала в кастрюле для готовки на пару. Можно просто в дуршлаге с большой кастрюлей. Но сейчас пряжа современная, почти никогда не косит. Это я так на всякий случай. Правильно, Лена, случаи бывают всякие. Может быть, кто-то сейчас что-то хочет именно с косиной попробовать сделать. Этот способ еще годится для того, чтобы пряжа давала усадку. А потом после ВТО практически не меняется. А вот это здорово. Вот я сказала, что этот способ еще годится для того, чтобы кудряшки убрать. А вот не подумала. А ведь действительно, если она паром, парком, да, обдастся, расширится, распыхтится, как мы в бане. И опять, значит, высохнет скукожиться. Вот для этого, чтобы она просохла, наверное, не надо сматывать туго. И да и чтобы пар прошел до глубины. Вот действительно даст усадку. Но это та пряжа, которая вообще, в принципе, дает усадку. А потом после ВТО практически не меняется. Что ж, Лен, огромное спасибо. Скрин будет вашего совета. Я надеюсь, не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра. А может быть и сегодня. Кому-то из девочек этот способ очень-очень понравится. Огромное вам спасибо за мудрые советы. Все один человек знать не может. Иногда это знаешь, но это просто в такие кладовые памяти ушло, что выходить оттуда не собиралось. И вот такие иногда вещи, да, как словно генеральную уборку в кладовых памяти сделает. И как-то оп, точно ведь скажешь себе. Ну что ж, я пошла монтировать это видео с мыслями, с думками о новом процессе. Никуда не убираю. Все-таки как-то хочется мне на этом остановиться. Или на зелененьком, там вот тоже недалеко. Я посмотрю. Вот вырваться бы сейчас пока не смогу. У меня братишка уезжает в командировку на несколько дней. Поэтому с мамой буду я одна. Сейчас пока не до вырваться в магазина. Но когда я вырвусь, значит, вот такое кружево я куплю. Но я все вам рассказывала в ролике, который вы, надеюсь, посмотрели. Если нет, то ссылку оставлю. Вот. И пудевички. И пудевички. Это у нас кашемир. Кашемир от Леночки Орловой. Прелесть прелестное, чудо чудесное. В общем, вяжем-повяжем, как говорит наша Маргошечка. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok